Меган Маркл заподозрили в том, что она скрывает новую беременность. Поводом для слухов стала публикация в известном таблоиде. Так, недавно в британском издании Star вышла статья с заголовком Меган на шестом месяце беременности. Об этом пишет Макстер. Принц Гарри и Меган Маркл давно признавались, что кроме своего единственного наследника, малыша Арчи, хотели бы иметь еще ребенка. И даже не одну. При этом странное поведение герцогини Сосекской в последнее время заставляет британцев подозревать жену принца Гарри во второй беременности. Официально о беременности Маркл пока не заявляли, но многие факты указывают на то, что вскоре в семье герцогов Сосекских будет пополнение. И вот на обложке свежего номера Star появилось фото жены принца Гарри и подпись Меган на шестом месяце беременности. При этом издание ссылается на данные источника, близкого к кругу герцогов Сосекских. В статье со слов анонимного источника рассказывается, что Маркл ждет второго ребенка. Шепчутся, что срок уже достаточно большой. Возможно, месяцев шесть. И эта девочка утверждает аноним. По утверждению источника Star, Гарри и Меган надеются сохранить беременность в секрете, чтобы избежать ажиотажа в прессе. Она непоколебима в сохранении конфиденциальности своей семейной жизни. Она знает, что объявление о рождении ребенка вызовет ажиотаж в СМИ и поэтому молчит, говорит инсайдер. Чтобы скрыть округлившийся животик, Маркл якобы носит свободную одежду. Тем временем Гарри готовится к тайному визиту в Великобританию, чтобы лично сообщить королеве Елизавете Второй о новую правнучку. Слухи усилились в четверг, 29 октября, после очередного судебного решения по конфликту между Маркл и британским изданием The Mail on Sunday. Судебное слушание по этому вопросу перенесли на полгода. После заседания, которое проходило в закрытом режиме, судья принял решение засекретить причину задержки. Так инсайдеры предположили, что виной всему беременность Маркл, а сам судья косвенно подтвердил эти слухи. Кейт Миддлтон и принц Джордж повлияли на разрыв принца Гарри с Крисидой Бонус. Знаменитости встречались с 2012 Гарджонмос по 2014 год. По словам эксперта, Бонус напугал королевский образ жизни. Бонус увидела герцогиню и принца Джорджа во время съемок одной из телепередач и после чего с сожалением осознала, что не хотела бы воспитывать собственного сына под тщательным вниманием общественности. В 2014 году ее окончательно отпугнул просмотр телевизионного репортажа о поездке Уильяма и Кейт в Новую Зеландию с маленьким Джорджем. Она сказала принцу Гарри, что не хочет оказаться в такой же ситуации, когда ее ребенку будет всего 8 месяцев, цитирует королевского биографа Роберта Лейси из Дания Экспресс. Биограф также отметил, что Бонус не была в восторге от критики за своей спиной. После того, как она рассталась с принцем, актриса призналась в интервью. «Я думаю, что стала уверенной в себе и, к счастью, научилась не волноваться по мелочам». Кейт Миддлтон и принц Джордж повлияли на разрыв принца Гарри с Крисидой Бонус. Знаменитости встречались в 2012 Гарджонмос по 2014 год. По словам эксперта, Бонус напугал королевский образ жизни. Бонус увидела герцогиню и принца Джорджа во время съемок одной из телепередач и после чего с сожалением осознала, что не хотела бы воспитывать собственного сына под тщательным вниманием общественности. В 2014 году ее окончательно отпугнул просмотр телевизионного репортажа о поездке Уильяма и Кейт в Новую Зеландию с маленьким Джорджем. Она сказала принцу Гарри, что не хочет оказаться в такой же ситуации, когда ее ребенку будет всего 8 месяцев, цитирует королевского биографа Роберта Лейси из Дания Экспресс. Биограф также отметил, что Бонус не была в восторге от критики за своей спиной. После того, как она рассталась с принцем, актриса призналась в интервью, «Я думаю, что стала уверенной в себе и, к счастью, научилась не волноваться по мелочам». После расставания Крисида и Гарри остались друзьями, и актриса даже была приглашена на свадьбу принца и Меган Маркл в 2018 году. Принц Гарри и Меган Маркл давно признавались, что помимо своего единственного наследника, малыша Арчи, хотели бы завести еще ребенка. И даже ни одного, при этом странное поведение герцогини Сасикской в последнее время заставляет британцев подозревать девушку во второй беременности. Официально об интересном положении Маркл пока не заявляли, но многие факты указывают на скорое пополнение в семье принца Гарри. Так, недавно в британском таблоиде «Стар» вышла статья с заголовком Меган на шестом месяце беременности. В материале речь шла о глубокой беременности Маркл и о том, что совсем скоро супруги сообщат поклонникам и родственникам счастливую новость. При этом издание ссылается на данные источника, близкого к кругу Сасикских. Подтвердил же новость о беременности Маркл судья, который вел дело герцогини в конфликте с британским изданием The Mail on Sunday. Известно, что очередное судебное слушание по этому вопросу перенесли на полгода, но причину такой долгой задержки не озвучили. Так инсайдеры предположили, что виной всему беременность Маркл, а сам судья косвенно подтвердил этот слух. Говорится о том, что на этот раз Меган подарит мужу девочку, пишут дни. Ру со ссылкой на таблоид. Отметим, что в последнее время герцогини вправду стала отдавать предпочтение свободным силуэтам одежды и все чаще отказывается от личных встреч в пользу видеоконференций. Зато недавно парочка изъявила желание вернуться в Великобританию. Не исключено, что для того, чтобы провести последние месяцы беременности Маркл в спокойствии и родной обстановке. Как воспитать детей добрыми и неравнодушными? Пожалуй, правильный ответ – собственным примером. Такого метода придерживаются принцу Ильям Скейт Миддлтон, которые с малых лет привлекают принцев Джорджа, Луи и принцессу Шарлотту к собственным добрым инициативам. Так, в данный момент старшие дети герцога и герцогини находятся на каникулах, и чтобы провести это время с пользой, семейство решило принять участие в компании The Popay Pill, которую ежегодно в ноябре проводит организация The Royal British Legion. Все собранные средства идут на помощь ветеранам, и Уильям Скейт и детьми пожелали привлечь максимальное внимание общественности к данному проекту. Кембриджи испекли капкейки, украсили их маками и отправили ветеранам из дома престарелых в Норфолке. Фотографии десерта они поделились в Инстаграм. Стоит отметить, что капкейки Кейт и Уильям с детьми пекли сами, они поручили это дело шеф-поварам. В интервью герцогини как-то рассказывала, что Джордж и Шарлотта обожают помогать на кухне. Мы готовим вместе с Джорджем и Шарлоттой тесто для пиццы. Им это доставляет удовольствие, им нравится, когда их руки чем-то запачканы. Уильям, по словам Кейт, также не отказывает себе в удовольствии иногда постоять у плиты. Во времена учебы в университете он готовил десятки блюд. Думаю, тем самым он хотел произвести на меня впечатление. Спагетти болоньеза и прочие такие штуки. Да и сегодня он иногда готовит, например, ему очень удаются завтраки. Меган Маркл и принц Гарри переехали в новый дом и показали его часть. Не так давно Меган Маркл и принц Гарри отказались от возможности унаследовать королевский престол и дали себе возможность переехать и жить независимо в Соединенных Штатах Америки. Новое жилище семьи находится в Калифорнии рядом с домами многих голливудских звезд. Дом стоит около 15 миллионов долларов. Недавно принц Гарри дал интервью для издания GQ. Разговор с журналистом состоялся в формате видеосвязи, а видеозапись выложили в интернет, поэтому зрители увидели часть нового дома звездной пары. Гарри сидел на диване кремового цвета с маленькими подушками для декора. На заднем фоне можно разглядеть три оригинальные черно-белые картины, вероятно купленные на аукционе. Трудно понять, что именно изображено на этих креативных произведениях искусства, но многие предполагают, что на рисунке птичьи гнезда. Также позади дивана расставлены ароматические свечи, придающие комнате атмосферы уюта. Кроме этого в кадре виднеется горшок с домашним растением. А в углу комнаты почему-то стоит лестница, которая опирается на стену, вероятно она тоже является частью декора. Судя по всему, Гарри и Мэган уже успели прекрасно обустроиться в новом доме и полюбили это жилье. Инсайдеры рассказывают, что переезд сделал пару значительно счастливее. Они любят это место. Это то, на что они надеялись, и даже больше. Возможность поужинать на улице в октябре – это большая перемена для Гарри. Он любит это, они оба это любят, рассказал инсайдер американскому изданию Hollywood Life. Развод родителей оказал большое влияние на принцев Уильяма и Гарри, которые пережили семейную драму в раннем возрасте. Историк Роберт Лейси, посвятивший свою новую книгу «Вражде между сыновьями леди Ди», уверен, что именно разлад между принцем Чарльзом и принцессой Дианой повлиял на личную жизнь герцогов в будущем. И если Гарри, лишь косвенно претендующий на престол, мог до последнего оставаться при своем мнении, Уильям не мог избежать влияния бабушки королевы Елизаветы. Настало время пожинать плоды своих же решений, пишет историк. Мы думали, что беспорядки, хаос и трагедия 80-90-х с участием их родителей закончилась. Теперь же все вернулось к жизни в виде этих двух мальчиков. Они – наследие всей этой душевной боли. Лейси полагает, что Гарри и Уильям сделали для себя разные выводы относительно того, что привело к трагедии. Напомним, спустя год после развода Диана разбилась в автокатастрофе в Париже. И, конечно же, Елизавета II сделала все возможное, чтобы поселить в голове своего прямого наследника одну простую, но очень важную мысль. Долг перед страной всегда превыше любви. После знакомства с Кейт Мидлтон, Уильям фактически заставлял бедную девушку ждать 9 лет, проходя прослушивание на роль супруги главы государства. «Он усвоил урок долго, уверен Роберт. Мнение о Гарри был таким. Я не совершу такую же ошибку, как и мои родители. Я женюсь по любви». И он был так счастлив и горд заявить, что любит Меган с момента, как встретил ее в 2016 году, продолжает писатель. Все думали, что Гарри женится на красивой девушке по имени Генриетта или Аннабель и поселится в пригороде. Вместе этого он нашел Меган, полную американской энергии и независимости. Когда она приехала в Британию, она думала, что нашла новую платформу. Тогда как королевская семья вообще не собиралась предоставлять ей никакой платформы.